Продолжение следует... 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 а его автор – «Висность». Еще раз разверну вопрос о поэзии. Вот этим выглядело. «В поисках Андропина». Вот физический роман здесь. Мы видим тонкое течение древней вероятности, которая поет со временем. Случительно прошло веселье, коляблющиеся от ветра краски, раскаленная из ночи, солнечной крови, свежий запах рыбьи, и аромат из то, что искусство долгового логоца. Все эти комнаты изобраны, и сидим в том, что древняя форма «Висность свежего существа» сменилась на мутированное исследовательное существо. Спасибо. Раздел «Проза и поэзия». Я хочу представиться председателя Союза литераторов России, поэта, публициста, интереснейшего исследователя, историка Вячеслава Сусолева. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Но он еще не прописал свои стихи, а он аплодируется. АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня, когда наступает осень в Москве, я всегда вспоминаю свое деревенское лето, деревенскую осень, деревенскую леску. В частности, сейчас в осень. Встыли октябрьские ветры, выдували расставки тепла. Все сельскохозяйственные работы в деревне закончились, то есть скопано коротко, убрано капуста, ульту поставлены в сарай, и начинаются осенние засидки, пряги. То есть в деревенскую большинку собираются люди, по вечерам, и делают свою работу, стоя носки в течение бога, и рассказывают, были небылицы, сказки, зечи, пословицы, поговорки, присловки, и малышки. А мы, деревенские ветвора, собираемся на печь и слушаем. И вот сейчас я готовлю гордик «Осенние посидевки» называется. И предлагаю вам одно стихотворение из этого цикла. Говорят, я помню и братик, коль не пьян, древний праздник. Как-то бил я по спасению со среди до воскресенья, выбил рюмку за деревень, а потом не уступить, до того я стал заделись, видимо двери в них закрылись. Загрустил гулять охота. О! Шага помешает кто-то. Бросил я на землю шаху и схватил его в боках. До чего ж тяжелым ядом, снова смотри, меня и дали. Суд и ночь с ним проводился, в полку я не пробудился. Что потом, чур не смеялся, под плевном лежал я браться. Рядом люди, я в жаду, видно был смешок и шагов. Спасибо. Раздел «История российской словесности» из истории элит-объединений, комитетов литеража и творческих союзов. Литературное объединение Примосковской писательской организации в 70-х годах. Юрий Политов, как я был поэт, я отправился в литературное объединение Примосковской писательской организации «Гартон Комсомол». Располагался она в ученом доме в поле просвещения на улице Володарского. В семинарах набили крупнейшие тогдашние поэты, прозаики, драматурги, критики, переводчики, даже студенты литинститута бегали к нам на обсуждение, считая, что у нас семинаров сильнее. Я попал в семинар Владима Витальевича Секорского, поэта, может быть, и незнаменитого, но чрезвычайно профессионального и образованного. Он был из литературной семьи, дружил с сыном Мариной Цветаевой и Нуром, пропавшим на войне. Ему же судьба назначила вынимать ее лавки из петли Великую Марию. Поэт – счастливый неволенник слова. Он и в быту разговаривает совсем не так, как другие. Не просто обменивается информацией, а наслаждается, убивается рождением внезапного словесного смысла. Он кожей чувствует, что иногда крошечный промежуток между словами значит куда больше, нежели самые слова. Написаны горы сочинений о пророческих способностях поэта, об их умении предугадывать ход истории. Это действительно так. И пророческий дар объясняется, по-моему, именно особенным чувством живого слова. Ведь все события совершаются прежде всего в языке, в слове, а лишь потом в реальности. Юрий Поляков. Оказывается, да. Ну, во-первых, давайте поздравим Юрия Полякова, главного редактора литературной газеты. С присуждением ему премии, которая вот совсем недавно произошла. Это произошло 22 октября. Премии не как поэту, а как прозаику. А мы, собственно, его больше знаем именно как прозаика. Премии имени Ивана Алексеевича Луни. А дальше... А дальше... Мне хочется немножко сказать о книге «Непрерывный фотомонтаж» Дмитрия Засильчука. Вот эта книга. Я уже немного показывала, да. Здесь фактически семь книг вошло в нее. Здесь и детские стихи, здесь и переводы, здесь и воспоминания о литературных объединениях, которые были в жизни Дмитрия Засильчука. И очень много стихов. Здесь несколько предисловий. Написано Юрием Кроскуряковым, Валентином Куклиевым, Татьяной Калисаровой, Юрием Мамлеевым. Написано общее предисловие к этой книге. И вот мне хотелось бы, чтобы о Дмитрии Засильчуке сказали несколько слов те люди, которые помнят его по тему длин объединения, по переводам, которые были в 70-е, 60-е годы. Поэтому мне и хотелось, чтобы Юрий Беликов и Дмитрий Засильчук как бы вместе соприкоснулись вот на этой презентации. Может быть, немножко каких-то воспоминаний, Юрий Михайлович, да? Олимпийский дневник того времени. Что они дали? Дорогие друзья, мы действительно с Дмитрием ходили в один семинар. Он продолжал где-то годы четыре, да? Вот, годы четыре. И, знаете, вот мне кажется, что сегодняшнее такое представление о тогдашней литературной жизни, оно несколько присказано, и, я бы даже сказал, оболгано, вот таким, знаете, советским мифом, причина появления которого поляка в 90-е годы, это была чистая политика, и так далее, и так далее. Но, как бы, литературоведческая наука, и к истории отечественных словец, так сказать, не имеет никакого отношения. И давно уже пора в эту эпоху излучает не как, так сказать, проклятого, так сказать, за стенок Красного Египта, а как, так сказать, важную, очень интересную, противоречивую, яркую страницу в отечественной литературной истории. Дело в том, что это вот тоже удивительный момент, и Дмитрий это хорошо помнит, что, действительно, такая кандовая идеология, которая витала, так сказать, тогда, в информационном пространстве по своей кандовости, кстати, мало чем отличалась от сегодняшней императорной идеологии, вот, она уживалась рядом с, так сказать, достаточно таким, свободомыслием, очень таким, так сказать, широким мышлением, ориентацией на самые разные художественные, так сказать, направления, идеи, что у нас в объединении были, так сказать, и свои, значит, архаисты, и свои наватары, вот, и свои диссиденты, и свои хранители, в общем, все было, что потом, вот, в 90-е годы выплеснулся в общественную, так сказать, и духовную жизнь, и, так сказать, мы абсолютно спокойно, не боясь ничего, хотя знали, что, конечно, готово докладывать обязательно об этом, что происходит, вот, обменивались мнениями, не стеснялись в этом, и это была серьезная школа, которая, в общем-то, так сказать, строилась по галлюскому счету, и вот, людей, которые, ну, я так редактор, уже 8-й год редактор, немного приходится читать, и, вы знаете, вот, я руку людей, не важно, поэтическую, продаюческую, но, больше, конечно, поэтическую, получивших эту школу, вот тогда, в 60-е, 70-е, 80-е годы, я сразу узнаю, понимаете, это как и возобразит мой искусство, чувствую, что летели в литературную школу, ты видишь, что они просто хотят, то есть, они умеют это делать, вот то, чего сейчас нет, понимаете, сейчас проблема самовыраженства, которые, думают, что если не хотят самовыражаться, то все остальное будет самовыраженство, подобное, надо учиться, долго учиться, для того, чтобы поэт овладел вот не техникой, а именно мастерством, для того, чтобы он мог выразить то, что он хочет выразить, без разных, так сказать, посторонних, случайных смыслов, и так далее, вот, поэтому надо учиться, как музыка, по изобразительному искусству, вот нас учили, нас шкорили, вот, и разносили на семинарах, со страшной силой, причем, самым деликатным, и таким, так сказать, осторожным, у своих ацентов, был, как раз, вот Вадим Итач Сикорский, до этого не сдал, но он еще, так сказать, жизнь сдалась, значит, а самыми такими, но, как сказать, беспощадными, и суровыми, были, значит, наши же товарищи, мой семинар, с которыми мы потом там, пили, значит, ничего личного, как говорится, потом пили портреты, там, в сквере, на таганке, но, тем не менее, я помню, вот и первые Димины обсудили, и мою первое, нам досталось, так сказать, так, что вообще, вот, еле, что называется, в профессии задержались, не знаю, как Дмитрия, а я уже точно, вот, поэтому, замечательно, что альманах, вот, перешагнув через эти, так сказать, борьберы, начав, как-то, опублировать, мы считаем, а реальная тогдашняя литература духовной жизни, я надеюсь, что не загорали то время, когда мы будем уже без этого, вот, экологический шоу, говорить о том времени, вспоминать свое советское, извините меня за выражение, литературную молодость. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Ещё я говорила о том, что в этой книге очень большая пропорция переводов Дмитрия Засильчука, он переводил и с английского, и с латышского, и с грузинского, и с армянского, и с литовского языков, и вот свидетелем этого я бы назвала Георгия Зайца. Это генеральный директор издательства Звонница. Вот, немножечко о Засильчуке, как о переводчике, но потом послушаем перевод. Ну, я должен сказать, что переводческая школа на сегодня, на мой взгляд, на 95% утрачена, потому что остался Синельников Михаил, из старой гвартии, кто Расулу переводил, они уже очень взрослые люди. И хорошо, что Дмитрий Засильчук есть, и вот Синельников, ну, еще пару человек, продолжают эту работу. Дело в том, что я сейчас вернулся с Абхазией, и там я общался с Муштула Сурини, это председатель Ассоциации Абхазских писателей. Он написал великолепный роман в стихах Отечества. Это по событиях 92-93-х годов война в Дроне Абхазии. Очень сложный, эпический жанр. И вот он меня попросил поискать переводчика, который может освоить. Он разговаривал с Надеждой Кондакова. Он прекрасный переводчик, он говорит, понимаешь, во-первых, женщина, во-вторых, не знаю, насколько под силой военный такой эпический жанр, вот ты можешь мне сказать? Я ничего не могу сказать. Я знаю, что Надежда прекрасный переводчик, но прежде всего она все-таки поэта. он говорит, посмотри. И вот сегодня я могу сказать, что я и помню ему, я ему сказал, он первый Сидельников, он профессионально работает и переводит. А второй это Дмитрий Серчук. А кто это? Я начал рассказывать, что мы с Дмитрием познакомились на шестом совещании молодых писателей, что с того на седьмом на седьмом вот что с того совещания как бы потом потом я пришел работать в молодой горке заведующим редакцией поэзии. И Дмитрий много переводил у нас. Поэтому вот такой вот разговор был и мне позавчера звонил на суре муж и говорит ну ты мне нашел переводчика. Я говорю, не нашел, но думаю, что воскресенье вечером найду. вот я думаю, что я рекомендую Дмитрия, потому что я прочитал его последнюю книгу стихов, его последние переводы, альманах, который издали не новый выпуск, а еще старый выпуск, это вот на конференции подарил. Альманах я почти прочел, книжку тоже. Я скажу, что вот Юрий Михайлович правильно сказал, что вот школа людей, которые стартовали в 50-е и 70-е годы, очень хорошая политическая школа. Все мы прошли через летомедение. Я занимался летомедением Нитагоновым, Алексеем Нитагоновым, это при заводе Груннищем, РДК, Гарбонова, был замечательный руководитель у нас Александр Иванович Балин, прекрасный поэт. Вот. Потом пришел не Владимир Соколов, а Александр Соколов. Потом Анатолий Барборов. И все они принесли, прежде всего, дали мне это чувство слова. Учили чувство слова. А уж как били мы друг друга на этих летобъединениях, Юрий правильно сказал, выше критиков не было. Потому что каждый разбор это настолько придирчивый, часто еще и несправедливый критика. Но это заставляло сразу быть требуемым к себе. И вот эту школу прошел Дмитрий, и я рад, что у него в этой жизни складывается так, что и его стихи... Вот знаете, я сейчас опять расскажу вот оба маленькой книжки. Я издал сейчас книжку «Мужка Лосория» «Форель и соловей». Великолепные переводы Фазильи Скандера, Куняева и Анатолия Передреева. И я закончу, я сейчас закончу. И вот я читаю эти трех разных переводчиков, и вижу, как Вазилий Скандерин, знающий, естественно, абхазский, он переводит не поэзию, а переводит строку. То есть он даже не рифмует третью строку, поскольку там не рифмуется первая, третья строка. Анатолий Передреев пишет так, переводит так, как будто это его стихи. И он вкладывается в стих сам. И полностью делает стих русским, а не абхазским. Но прекрасные стихи, прекрасный перевод. И вот Дмитрий как раз сохраняет ту индивидуальность национальной черни поэта. И за счет этого передает тот калорит, который ну вот не просто поэт, а не переводчик не доводит. Но он делает такой вольный свободный стих. Поэтому я рад, что у Дмитрия продолжаются творческие поиски. Рад, что издаются новые книги. Я поздравляю его с этой книгой и с Альманахом Союза Независимых Генераторов. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Много всего прозвучало разных слов, но пусть автор докажет в таком случае. И я думаю, что Дмитрий Сильчук нам почитает и немного перевода, и немного своих стихов. Много сложно слушать, да? Когда начинаешь читать много стихов. С чего начать? Смотри, ну очень большая. Достанешь? С чего начать? С перевода? С перевода. С перевода. Давай спросим. С перевода. Сегодня о Грузии нам поговорили. У нас именно в эволюционном управлении его предок подписал когда-то Йоргинский трактат. У нас присутствует председатель России в отношении следующего защиты Двакнам 12. 1. Игорь Негода 2. Игорь Негода 2. Игорь Негода 2. Игорь Негода 2. 2. Мать звала Эннерак, в Краший день бывал В Егваре Вместо 1 Эннерак Игорь Негода 2. Мать звала Эннерак. И на орбитах солнце, и луна сияет, и на каждый зов Ираклий, сразу десять дней бежали. Мать звала, орел и собру, зубу матери внимали, и на кричь ее Ираклий, сразу десять дней бежали. Вновь звала, но не по вдове, и не как сиропы звали, и на зов ее Ираклий, сразу десять дней бежали. Громко мать звала, так верно вестники народа звали, как один на зов Ираклий, сразу десять дней бежали. И со всей души, и с далекой, и без созвездия с Ираклий, на ее язык и Ираклий, сразу десять дней бежали. Шел и дорогие ткани под ногами растерились, и на зов ее Ираклий, сразу десять дней бежали. Жанет Прейм, новоцеландская францесса, про дарит, любит. Вот она записывала на бумажках, то, что у меня не было заказной работы, и у меня получилась замечательная книжка «Ираклировая известность». Ну, вот средний дольный брод за истеками Герлибридера. Мой примятник спит по управлению комнаты. Он положил лист железа перед своим окном на улице, чтобы казалось, что капли дождя, падая, разбивая на крышку. Я не говорю ему, что сердце находит утешение в своей печали, что этот листок железа напоминает о дожде. И то, что в разнообразии и изменчивости не отыщешь опорой, как сладко он засыпает и улыбается, прислушиваясь капли дождя, разбивающейся крыши, как в детстве. Я знаю, для странствующего по жизни, среди потерь и утра, воспоминания в тяжести, в глубоком мраке и одиночестве, в своем сердце, он обнаружит однажды тяжесть и железа, воссоздающего не только дождь, разбивающийся крыши, но и покавшие солнце и голоса мертвых, все то, что в силах крыли. Петр Зимов, третий, озеро. Через далекие поля свет у озера течет в меня, сквозь желтую листву течет лучом, а золотим плечом и дальше самым тогда стать временем вернуть сюда солнцоворот, солнцоворот и встретить тех, кто вновь придет. Но передам стекает свет, оглядываясь, солнца нет, зашло за дальние поля, среди дубра лежит земля, а я, позолоченный светом, один засеян в пули этом, зерном рассыпан из горсти, как жизнь. Что хочет вновить за эту дружбу. Новогодний путь. Петр Зимов, третий, озеро. 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 Усталкает нежно в грудь. Подумаешь, еще какое горе. Тут заскребит диван, И кошка заскребет. Сударый, входите, дверь открыта. Там чайка по воде Голодым клювом бьет. И море первомутрого корыта Отреевским короля Из сельмы ладья лед. Как бишь его? По-моему, Артура. Играет на воде Сегодня чудный клёк. И чайка с рыбой Из сельмы не может В небо дура. Великолепный пуш. Красавец и кефарь. Неперский золотой. Вокруг великую стадо. И чайки гонят их, Как полоняна. Увидите это. Вот и вся награда. Великолепный пуш. В коллеге океан. В него свое бросает отражение. Сегодня полный стиль. И от счастья пьян до тренинца. До головы окружения. В чем проистекает счастье? Частье в нашем любви. Частье в чьем-либо участье. В сопричастии наших. И в тысячи мельчайших грани. Ограняющих пристал. Наших искренних стараний. Частье в мире. Частье в мире. Частье в мире. Но разъятое на счастье. В каждом замкнутом пирке. Каждый с счастьем. Но от счастья. Что остается? Пирке. Вот оно. Когда-то было. Бог свое стело прижал. А потом пирке зажило. Глубь дюжилось. Пожалуйста. И в заключении презентации книги «Непрерывный фотомонтаж» мне бы хотелось, чтобы Юрий Проскуляков, известный поэт, очень сложный и интересный прозаик, интереснейший литературный вет, публицист, сказал несколько слов о Дмитрии Сосачевке. Если можно, так немного, да? Ну, я вот не готовился сегодня произносить ничего, но, видимо, надо сказать, поскольку вот я написал здесь несколько страниц в комментариях, а комментарии, когда его пишешь, то он требует как, вовсе туда положить максимальное количество более-менее таких мыслей, изначально. И потом уже за его рамках бывало, что остается. Ну, у вас, у многих есть книги, вы сможете прочесть. Я с Дмитрием не был знаком в годы, в тяжелые годы с Советской империей. Мы познакомились позже. Даже иметь хорошо. Да. Мы познакомились позже, уже познакомились вот несколько минут назад. И нас познакомил Евгений Таезин, известный, наверное, многим, уходом, который мне представил Дмитрия как приводчик, очень хорошего приводчика. Я так и думал, что Дмитрий приводчик. Неправильно мне так оказалось в последствии, потому что, когда я прочел последнюю книгу в Дмитрия, то на меня она произвела, честно говоря, большое впечатление. И впечатление она произвела потому, что я в моем угле очень много родственного. К тому, что я сам думал многие годы до того, как мы познакомились и вот в течение своей творческой жизни и моих товарищей. И когда я столкнулся в том, что было создано, Дмитрий, то мне пришли в полу, что вот как мне нужно было это отнести к тому, что вообще происходит в литературе наша. И я подумал о том, что в нашей литературе происходит многое, но все это помещалось в каких-то рамках. Вот была советская литература, у нее был свой читатель, который после Кристошки растворился вместе с советской литературой. Поскольку театры, они многие писали по заказу, их творство прекратилось и от другого формы, которая невосстреблена на общество. Жило диссидентское творчество, были многие журналы, они были, но творство тоже исчезло, насколько большая часть людей, которые входили в эти творческие объединения, связанные журналами, они были политизированы, наоборот, политизированы, там не имело значение качество творческих явлений, и имело значение позиция, которую, конечно, можно было оценивать с уважением. но это было для того, по большей части, не всегда, конечно. И были люди, которые, оставаясь в одиночестве, не здательств, не диссидентские, и прочее, которые настаивали на таком эстетическом противлении. И вот мне показалось, что то, что сделал Дмитрий, это относится именно к этому. Вообще, в русской литературе как-то было, что ли, потребность была такая, говорить, был создан некий миф народа. Это было еще в 13-м мете создано, и вот об этом многие потрудились известные в русской культуре и в русской литературе авторы. И вот этот миф, он продолжался на протяжении, наверное, до самого последнего времени. И сейчас уже в Терресской именно этот миф и подвергся какой-то рецензии, серьезной рецензии. Потому что это произошло не только в графах литературы, но и в графах общественного сознания. Потому что стало понятно, что вот то представление, которое было создано в графах в 19-м веке, потом поддерживалось это формально, а где-то и неформально в 20-м веке в советской литературе. И точно так же вот, например, литератских журналах, оно девальвировалось. И сейчас, мне кажется, девальвировалось полностью. Но отразить это не смог практически никто. Вот именно это явление по-другому тюрьму. Достоин весьма благодать. И говорю спасибо. И в заключение я хотел бы сказать, ну буквально, не сказать, а прочесть одно его стиховое. Можно? 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 Что будет с моими стихами? Они во мне затихают, затягиваются словно шрамы, безрадостны и упрятны. Еще не на полном серьезе, по прихоти, на курьезе срастаются в целые строки, порою точны и жестоки. Но чаще распятые позы, стихами еще, а не прозы, считающиеся по привычке. Их вынести нужно в кавычки, прочесть, как чужую цитату, как собственной жизни расстрак, как недостающую смелость сказать лишь о том, что имелось, что было не мифом, а в яре, в чем был, сомневаться не вправе, что было моей судьбой, любовью, дыханием тобой. Спасибо. Вы знаете, всегда хорошо, когда есть интрига. Вот у нас, сейчас напротив меня, сидят две интересных женщины, совершенно замечательные. Галина Ерофеева и Наталья Шмелькова. 24 октября исполнил 70 лет со дня рождения Венедикта Ерофеева. Галина Ерофеева невеста Венедикта Ерофеева, правонаследница, очень многое делает для того, чтобы выходили сейчас написанные книжки. 2 ноября в петушках откроется музей, и она всех приглашает. Первого уже, да? Это лучше. Значит, Галина, тогда эту информацию мы поместим у нас на сайте. 1 ноября, 8 часов, ЦК, торжественная часть, запутся в Ублее. Галина, во сколько мы садимся на электричку в Москве? 8.06. Восколько? 8.06. Мы встречаемся на Курском вокзале. Музей едут на электричке Москва-петушке. Скоростной? Да. Нет, это правда очень электричка. Могли бы скоростную заказать в музее. Ешь очень. Нет, надо повторить в Москву, да? Понятно. Значит, мы еще тогда, мы поместим все на сайте, Галина, вот у нас Сергей Алимарин, он все это на сайте разместит, да? Просто тогда пришлешь нам e-mail, и все, мы напишем и когда и как. А мне хочется вам, дорогие и милые женщины, сделать подарок. Наташа играет, потому что это очень большая таза. И этот подарок сделает консультант фонда Владимира Спивакова Роза Геварьян. Роза Геварьян, фонда Спивакова, консультант. Добрый день. Мы очень рады родить с вами в таком событии издание таких прекрасных книг произведений в нашем время, когда так сложно все это сделать. И со своей стороны мы хотим представить наших музыкантов, которые сегодня в гостях у вас. Павел Пуханов, молодой музыкант, закончил Аховское музыкальное училище по классу баяна, балалаги и гармонии Левенгии. Он учился у заслуженного преподавателя Российской Федерации Евгения Левенгра. Гармония его не совсем простая. Она необычна и позволяет исполнять на ней достаточно сложные произведения. Ваша лауреат свыше 10 международных конкурсов забоевал гран-при в Нью-Йорке. Сегодня он вашему вниманию представит произведение Евгения Дербенко классического рапсортия. Аляхова Соландар в обработке Евгения Дербенко и шумоток Евгения Дербенко Желаю вам хорошо провести время. Итак, Павел Ухан его выступление посвящается памяти Евгения Дербенко Евгения 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 КОНЕЦ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ Имя Павла Украина записена в книгу «Золотой талант России» в фоно-русской исполнительской искусстве. Сегодня у нас в гостях... Я хотела узнать, по-моему, он еще снимался в кино. Он в кино снимал? Да, он также снимается в сериалах «Адиранты любви» и «Любовь как любовь». Так что его мастерство можете оценить и как музыката, и как Артема. Роза, а ведь у нас год семьи. Год семьи? Год семьи. Вот у нас очень многие пришли сегодня из детей. Да, у нас сегодня семья Алхановых. Жена Наталья. Она тоже творится. Наталья Наталья. Вторая институтка Музыкант-педагогического института имени Ипполитова Иванова, лауреатство российских конкурсов. Значит, у нее лауреатство двух народов конкурсов. Пеппи Шлягер и утренняя звезда. В качестве солиста она сотрудничает с органстрами Петрозаводского урянцев и Калининграда. Сегодня... Человечка разрасталась больше международных премий у мужа или у жены. Просто интересно. Я думаю, что главное в семье отделим кошелек. И пусть и в этом кошелке они собирают свои лауреатства. А нас порадуют в этих песнях, обработками русских народных песен. Заводой ключевой, девичье сердечко, кухонь-купец, обработки Евгения Дерленко. Приветствуйте наших изглажных песен. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПЕСНЯ ПОКОЛИ ПЕСНЯ 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 Своей сушкой прыгает, ей не вязко нас, А грудной так помогает, сыграет, Слово мне твой миллион отрягает, И в раздревле так пугает. Меня манностью ругает, сколько можно ждать твоей, А кто-то так играет, но не тот, кто-то любит. Не ругай, не надо, мать, когда в море не пойду, А меня не только сладостью даю. Аплодисменты. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Ребята, вам здоровья, успехов. Мы еще обязательно увидимся. Спасибо.